Всем доброго дня. Сегодня, как вы видели, согласно анонсу, мы с вами посмотрим инструменты, которые есть в Excel для того, чтобы можно было анализировать, только анализировать этого недостаточно, но также еще и наглядно представлять результаты, к примеру, опросов Microsoft Excel. На самом деле, что это будут опросы или даже просто ваши данные, в любом контексте инструменты все равно остается, по сути дела, те же самые. Немножко обо мне. Меня зовут Ольга Кулешова. Я в свое время окончила МГТУ имени Баума и практически с тех пор работаю в специалисте. Имею статус-награду MVP, ну и, естественно, официальный тренер Microsoft. Плюс есть два моих учебника в Microsoft, по которым, в принципе, согласно этим программам, мы тоже в целом и занимаемся и на курсах. Также, ну, лично мой блог есть в MirExcel.ru, то есть там тоже можно найти какие-то вопросы, связанные с вопросами Excel. В мессе своей обычной я выкладываю то, чего нет на занятиях, ну и там плюс-минус какие-то рядом расположенные информации. Ну и, конечно, любую информацию, в общем-то, и касаемо меня, и плюс, возможно, там плюс-минус, там, курсов, какие-то, может быть, тесты, прочее. Все это вы тоже можете найти на сайте специалист.ру. Один из вариантов можно, ну, даже, допустим, если будет заинтересованность, зайти через, там, центры, там, допустим, наши преподаватели, выбрать полфамилии, посмотреть, что там впереди, какие есть варианты еще в округе. То есть у каждого преподавателя на страничке присутствуют какие-то варианты. Ну и там в том числе, как вариант, можно найти ссылку на сайт мирxl.ru. Так, ну, собственно говоря, чем старше версия Excel, тем все интересней. Пока на сегодняшний момент у нас 2013 версия последняя, ну и здесь мы будем смотреть в рамках 2013 версии. Ну, какие-то инструменты, они стандартные, в общем-то, 7-я, там, 10-я версия, 13-я, это не столь важно, ну а какие-то, в том числе, будут только от Excel 2013. Так, то есть если говорить в сравнении с версиями, то в 2013 версии на фоне других программ Excel наиболее изменен, причем в положительную сторону. Так, что мы с вами сегодня посмотрим? Ну, в качестве инструментов, которые мы будем задействовать, естественно, любая визуализация, таблички, это все красиво, да, но также это будут и непосредственно сами диаграммы, то есть какие-то стандартные, какие-то нестандартные. Хороший инструмент и такой он уже богатый, хорошо работающий, условное форматирование, начиная с 2007 версии, а в 2010 еще лучше. Ну, просто все недосчеты, которые там были, они ликвидировали. Где-то нам понадобится задействовать какие-нибудь функции. Ну, конечно, многие варианты тех опросов, когда особенно большое количество данных, тут, конечно, не обойтись без сводных таблиц и сводных диаграмм. И, возможно, слово «новое» немного для многих – это инструмент, который называется PowerView, который позволяет строить нам такие симпатичные динамические отчеты. Но есть одно «но», PowerView, он имеет направленность только для 2013 версии, то есть более ранних его физически просто не было. Вот, однако сам по себе инструмент приятный, иногда бывает, конечно, хотелось бы, чтобы он был более гибкий, с позиционным настроек и прочего, хотя инструмент так и есть, просто в этом случае нужно будет его использовать не в чистом виде, только PowerView, а задействовать еще PowerView, и там уже можно все довести до ума. Так, ну, собственно говоря, пусть будет первый инструмент, это наше с вами условное форматирование, сводные таблицы, сводные диаграммы. Ну, здесь, естественно, я себе сделала заготовочку, согласно которой мы будем рассматривать эти инструменты. То есть обычный файл Excel, ну и, к примеру, опять же, даже вот, ну, общаясь в том числе и с компаниями, где происходит анализ данных, там, анализ рынка, всего чего угодно, да, заказные исследования и прочее, то, в принципе, все сводится все равно к одному и тому же. То есть где-то человек получает уже, скажем так, результат обработки, я в нем предоставляю числа, и дальше его задача показать их как-то в более наглядном виде, да, те же самые, там, гистограммы, графики и так далее. Где-то человек получает, ну, просто вот, выгрузку, массив табличный, и задача его, по сути дела, ну, посчитать что-то аналогичное самому, ну, и здесь в зависимости от того, с чем он когда-либо работал, это и могут быть задействованы разные абсолютно инструменты. Ну, впрочем, как есть вопросы, иногда бывает один инструмент проще, но для того, чтобы сделать потом какие-то другие вещи, оказывается, что с ним до конца такое не сделаешь, вот тут нужно уже думать. Если это разово, можно там просто скопировать, что-то поменять, ну, а если постоянно меняется, то все-таки хотелось бы не каждый раз заниматься вот таким, скажем так, рутинным, бестолковым трудом, да. Так, ну, к примеру, вот первый вариант, тематические я так разнообразие внесла, хотелось бы вначале одни, потом думаю, нет, возьмем произвольные. Ну, вот, например, был какой-то опрос, типа, где вы будете или как вы будете встречать Новый год, да, и, например, он там проводился в разных странах, и, соответственно, дальше велась некая статистика, и вот теперь нам нужно ее, ну, как бы, отобразить наглядно. Ну, первый вариант, если мне, в принципе, не требуется такой мощного какого-то анализа, можно задействовать спокойное условное форматирование. Причем здесь лучше, конечно, не сразу для всех объектов, а для каждой стороны рассматривать по отдельности, да. То есть условное форматирование, ну, в массе своей, когда числа различные ситуации бывают, и один из наглядных – это использование гистограмм. То есть мы выделяем обычные данные, да, заходим в условное форматирование, и здесь у нас есть гистограммы. Ну, вот, кто, если использует 2007-ю версию, то в 7-й версии у вас есть только градиентная заливочка, начиная уже с 2010-й версии, они дополнили. Здесь есть еще и сплошная заливка. И главный еще плюс, который они сделали при работе в 2010-й версии, в том, что максимальное значение действительно теперь, ну, как бы, окрашивает всю ячейку. Потому что в 7-й версии справа еще остается такой небольшой зазор, и чтобы посмотреть, где действительно самое максимальное значение, приходится иногда и вглядываться в том числе в числах. То есть идет четко сравнительный анализ в зависимости от того, где какое значение. То есть максимальное значение – это у вас стопроцентная ширина ячейки, и дальше в пропорции все это строится. И вот здесь, если это разные позиции, да, то имеет смысл делать различные варианты цветов, потому что иначе в этом случае что получится? Человек будет понимать, как будто это у вас оформление все идет, ну, как бы, единое. То есть вы сравниваете один цикл, как бы, данных. Ну, к примеру, то есть вот если я их оформлю разными циклами, то человек, любой другой, который смотрит, он понимает, что вот каждую колонку, да, нужно смотреть, как бы, обособленно. Плюс, какие у нас есть еще варианты. Ну, в принципе, насколько вы видите, тоже неплохо. Если бы мне нужно было просто по отдельности построить эти графики, то я могу уже этим не заниматься, я могу, по сути дела, это продемонстрировать в самой ячейке, да. Но часто мы, может быть, хотим видеть, может быть, в таком виде, и плюс их еще как-то вот, ну, рядом, да, в сравнении, потому что здесь мне, чтобы посмотреть, в кого больше, там, России, США или, там, Европа, мне нужно прямо смотреться в числах, потому что каждый является максимумом, но среди своих значений, да, как вот они друг по отношению к другу. Ну, тогда самый простой вариант в этом случае, что сделать? Взять и построить непосредственно, ну, какой-то, какой-то диаграмм, да. Выбор диаграммы всегда определяется, в первую очередь, теми данными, которые у вас есть. В целом, не имеет значения в процентах они у вас там, или в числовых значениях. Вот, если рядов несколько, то круговую, вроде бы, как, смысл строить особо нет. Ну, вот, например, если я выделю эту табличку, да, вставка, как у нас обычно, и возьму, например, там, круговую. Ну, вот, напомню, что если мы берем просто круговую, то в этом случае вам всегда будут строить только данные первого столбца. То есть физически 2, 3, 4, сколько бы там их не было, он никогда отобразить не может. Поэтому вот многие, когда получают результаты тех же самых сводных таблиц, да, и потом хотят поставить круговую, имеет смысл это делать только если у вас один ряд расчетных значений. Ну, вот некоторые иногда ставят кольцевую, ну, я шутя говорю, у вас голова не закрушится при просмотре. То есть, ну, в принципе, тут, конечно, по цветам видно, у кого там больше, меньше, однако, когда идут вот эти вот смещения, да, то это приблизительно, ну, не знаю, мне сразу напоминает легкоатлетическую дорожку. Один там стартует с 8 позиции дальше, с 1 там ближе, и потом изначально даже непонятно, кто же все-таки к финишной линии ближе, да. То есть здесь, ну, нужны, конечно, значения, нужно сравнивать. Поэтому где-то, конечно, можно и такие варианты увидеть, однако, ну, насколько вы видите, прям так вот сразу красиво сказать, где, что и как, наверное, все-таки не очень удобно. Поэтому, наверное, в этом случае будет удобнее построить что-нибудь типа либо обычной гистограммы, да, вертикальной, ну, и 13-я версия, она чем прекрасна, тем, что даже не строящую диаграмму, вы просто подводите указатель мыши, вы уже сразу видите, что это будет, да. То есть на самом деле, как бы временно задействуются ресурсы вашей памяти. Ну, вертикальные, в принципе, гистограммы в этих случаях тоже неплохо и достаточно часто встречаются, однако для более удобного восприятия такие вещи чаще даже показывают не гистограммы, да, а линейчатые. То есть можно построить обычно, можно построить с накоплением, ну, здесь все это зависит от контекста. Здесь смысла нет накапливать совокупность, кто останется там дома в сумме в России, в Европе, в США, да, сколько процентов на фоне остальных, все это как-то немножко по смыслам не подходит. Поэтому обычная линейчная, например, с группировкой. Ну, наверное, работая, если кому посчастливилось там и в 7-й, и в 10-й версии, и в 13-й, то, наверное, уже плюсы 13-й версии при работе с диаграммой, быстрота каких-то решений, она здесь как бы уже, ну, как бы очевидна. Новые стили, то есть, в принципе, это, конечно, не такие прям плюсы, но иногда тоже на это время тратить не хочется, поэтому достаточно быстро можно взять и выбрать, да. Ну, к примеру, независимо от того, в какой версии вы работаете, какой симпатичный момент, название диаграммы у нас многие пишут руками, да, либо можно выделить область диаграммы, только вот курсор прям заталкивать в самую область необходимости нет. Потом с клавиатуры ввести знак равно, сослаться на ячейку, где у вас этот заголовочек, ну, как бы подразумевается. И когда мы нажимаем Enter, у нас всегда здесь сразу на диаграмме будет тот заголовок, который у вас в ячейке. Такой фокус-покус можно проделывать не только с названием заголовка диаграммы, но и с названием осей. Плюс в чем, если, например, ну, неважно, я здесь подпишу, как вы будете встречать новый, и, к примеру, уже напишу, ну, неважно, пусть будет 2016 год, я считаю, что это на перспективах, да, то в результате, вы видите, мне не надо уже будет вспоминать, поменяла ли я там на диаграмме, и чтобы не было таких казусов, как вот иногда берется какая-нибудь заготовка, да, заголовочки поменяли, в диаграмме забыли, в заголовке пишут, что это уже 2016 год, в диаграмме, там, например, остался предательский 2013 год, да, а если уже у человека возможности подправить это нет, то здесь тогда уже, увы и ах, здорово, нуляп остался, да. Так, а если вы будете брать заголовки из ячеек, то таких проблем у нас с вами уже нет. Ну, например, как вариант смены цветовых таких восприятий, да, вы это всегда можете делать вручную, либо в рамках 13-й версии, у нас здесь справа есть такие замечательные три кнопки, то есть стиль и диаграмм, ну, во-первых, сами внешние виды там, да, где-то чуть-чуть пунктирчик, прочее, и вот цветовое восприятие, какие цвета, например, там, за кем идут. Вот, ну, я почти попала и в условное форматирование, так немножко только отличаются, ну, и зеленый, желтый, оранжевый. Вот, если не нравится, то уже вы можете сами, естественно, вручную каждый из них изменить, да. Ну, вот, например, когда строятся некоторые диаграммы, то у вас здесь порядок расположения данных, например, один, да, при построении, вы видите, он оказался с точностью наоборот. Вот. Возможно, мне это будет неудобно, ну, к примеру, да, с позиции, может, я хочу, чтобы то, что было больше, было выше. Тогда, ну, естественно, не путем перемещения строчек ни в коем случае, нужно немножко пообщаться с форматом оси. В 10-й, в 13-й версии вы можете дважды прям щелкать по названиям оси, и у вас сразу будут открываться параметры оси. Ну, вот в 13-й версии окно такое справа, по умолчанию, в 10-й оно будет посерединочке. В 7-й, насколько память мне не изменяет, при двойных щелчках ничего не происходит, тогда там остается вариант, который доступен и везде, он там единственный практически. Это правая кнопочка мыши, и у вас тоже всегда будет формат, ну, а дальше вашего объекта. И здесь, среди прочих параметров оси, вы поставите обратный порядок категории. Сами параметры в массе своей, которые вы здесь всегда видите, они все одинаковые, что вот, ну, как бы в прошлых версиях, что в этих. Единственное, ну, просто немножечко расположение, хотя вот в некоторых случаях мне даже кажется более наглядным и более удобным их находить, наоборот, вот даже не в 13-й, а в предыдущей версии. Ну, это вопрос уже, хочешь не хочешь, но другого не предложат. Так, то есть можно поставить, и тем самым будет. Еще как вариант, ну, иногда бывает, если вам хочется потолще эти, сами по себе, прямогончики, да, столбики, упавшие, да, как некоторые говорят, то по ним также можно, например, два заселкнуть и, варьируя боковым зазором, у вас сами столбики при этом будут, ну, скажем так, более толстыми, ну, или наоборот, совсем такие исхудавшие. Ну, наверное, это еще может нам помочь, когда вот высоту делаем большую, да, чтобы зазоры между ними были там побольше или поменьше. Ну, и, конечно, когда мы смотрим на какой-либо график, здесь, конечно, я могу там снимать приблизительные метки, но хотелось бы еще иметь подписи данных, да. Ну, в современных версиях все тоже очень удобно. Кнопочка плюсик, и все элементы диаграммы, которые нам не достают, здесь можно будет достать. Так как этой кнопки плюс не было в более ранних версиях, то ее заменили вместо вкладочки макет. То есть обладатели седьмой, десятой версии, все, чего не хватает у вас на диаграмму, всегда найдут на вкладке макет. Аккуратненько просмотрев, все те же самые команды даже по названию, но только единственная, вся вкладка будет в этих значках. Ну, и здесь, соответственно, есть подписи данных. Как вариант, можно либо просто выбрать подписи данных, либо, если вам что-то интересно более, то здесь всегда есть дополнительные параметры в любой версии, и вы спокойненько можете рассказать, что именно вы хотите там. Значение, да, может где-то там имя ряда и так далее. Ну, все зависит от того, какой тип диаграмм вы реально строите. В принципе, вот, если вам не нравится их расположение, хотя здесь, в принципе, сейчас неплохо, наоборот, они никому не мешают, да, то можно все это поменять. То есть, вручную это вы делаете по отдельности с каждым элементом, если это все вместе, то тогда уже можно как бы централизованно, да. То есть, условно, я могу так же дважды там щелкнуть по любому объекту, и здесь, ну, прям по самому значению, да, и здесь это будет положение метки, и в зависимости от того, что вы считаете оптимальным, да, для той или иной ситуации, вы можете выбрать. Ну, в принципе, украсть наружу, чем хорошо, оно ничего вам не затемняет, не мешает, ну, что называется, смотреть. Что касается параметров, ну, по умолчанию он берет формат, как в ячейках, да, если не нравится, то группа число, и, в общем-то, возможность выбрать там формат и настроить, сколько у вас будет знаков в дробной части, да, такая возможность у вас тоже есть. Я пошутила насчет числового. Так, ну, единственное, вы видите, он это делает для одной группы, да, то есть, в принципе, даже ничего не меняет, достаточно выделить другую, но, вот, я попыталась нажать F4, это обычный повтор последнего действия, но не все действия бывают, повторяются. Тогда и серия дубль 2 и дубль 3. Ну, либо еще один из вариантов, если они мне все-таки не нужны были в таблице, то, изменяя формат в таблице, по умолчанию он меняется и там, да. Ну, то есть, обычно не стоит лениться в плане привода в человеческий вид, потому что сразу видно, где человек, что называется, работал, старался сделать так, чтобы человек был понятный или по принципу построил, ну, как для галочки, да. Ну, и, в принципе, вот эта вот вверху ось, которая у нас присутствует, она нам, в принципе, особо здесь не нужна, правильно? Поэтому, если мне эти значения не нужны, я их могу смело удалить. Это ни в коем случае не нарушает никаких функциональных возможностей диаграммы, средств визуализации, да, и так далее. Ну, и, кстати, линия сетка, она тоже изначально построена была программой. Ну, и все, что лишнее, что называется, забрать, все спокойно выделяем, нажимаем Delete. Ну, а если потом вы одумались, опомнились, решили, что это все-таки вам было нужно, ну, соответственно, опять-то, возможность элемента добавления диаграммы, и, пожалуйста, любой элемент добавляйте, и затем уже имеете возможность настроить. То есть, это, в принципе, вот, ну, как бы стандартная диаграмма, то есть, я думаю, все-таки вот эта диаграмма, да, она более читаема, нежели вот эта круговая. Даже если я на эту круговую диаграмму поставлю подписи данных, то, во-первых, ну, я, конечно, имею возможность ее увеличить, да, но все равно, вы видите, наверное, читать это будет, ну, как бы, не очень удобно. То есть, достаточно часто наши гистограммы, линейные читы, в принципе, они, как бы, литеры. Если вы там что-то построили, потом решили посмотреть, как это будет выглядеть в другом виде, да, то, в общем-то, вы можете сразу спокойно менять. Я сейчас просто сделаю ее копию, чтобы было видно, что, наверное, другие виды будут не сильно интересны. То есть, находки конструктора у вас всегда есть изменить тип диаграммы в контекстном меню, да. Ну, и даже, вот, например, иногда некоторые предлагают, типа, график. Ну, вот, смотрите, он, в принципе, для этого, ну, представление, да, вот это действительно как опросник, он будет ненагляден абсолютно. То есть, ну, какие-то линии, такие все-таки вещи строят, когда. Вот, гистограммы, линейные читы, они такие статичные. То есть, вы просто для точки показываете, какое значение. А когда показывается график, то, в общем-то, многие люди правильно понимают, что это идет какой-то процесс, изменяющийся во времени. А это, в общем-то, в данном случае по контексту задачи будет некорректно. То есть, вы, конечно, можете попробовать, пересмотреть хоть все варианты, да, и потом выбрать тот, который вам нужен. Ну, а если вы в сомнениях, то лучше всегда в начале полубирать его варианты, а потом только начинаться, заниматься всем этим форматированием, иначе это будет, что называется, бесслухопотраченное время, да, оно, как правило, у нас достаточно ценно. Ну, то есть, здесь это достаточно простые инструменты, да, которые не заставляют нас, ну, что-либо самих там творить и делать. Ну, вот, например, теперь это картинка, просто чтобы вам показать, что хочу построить, например, в перспективе. Если, например, мне предоставили просто вот, ну, выгрузку, к примеру, наших там 190 сотрудников, без, можно сказать, почти как анонимно, да, если нет утверждения того, кто это конкретно делал, ответили на опрос, который, предположим, приводился в компании, что будет, если вы не пойдете на корпоратив, да. И здесь там у нас буквально 7 вариантов ответов. Вы не думайте, я сама не в состоянии такое придумать. То есть, сами по себе ответы я так посмотрела на разных опросниках и прочее. То есть, вы видите, говорят, могут косо смотреть, да, ничего не будет, там, сам не знаю, но ничего хорошего это точно, да, будет неприятный разговор, сделают выбор, отштрафуют другое. Ну, другое уже не указывается. Это приблизительно, как иногда можно встретить, да, говорят, опросы проводят, чтобы население знало, что оно о себе думает, да. Да, ну, здесь это просто я картиночку. То есть, в результате тогда мне что нужно будет делать? Мне нужно будет исходные данные, ну, соответственно, обрабатывать, да. И здесь, ну, наверное, первое, что может прийти в голову, это построить сводную таблицу, правильно? То есть, буквально там 2-3 щелчка, и, по сути дела, мы уже будем понимать о том, кто что сказал, да, а не там, по принципу некоторые говорят, там, пофильтруем, посчитаем, это все такое безумство разового варианта. То есть, тогда, ну, я указываю любую ячейку в исходной таблице, и, как обычно, начинаю строить сводную, да, там, вставка, сводная таблица. Ну, и чтобы нам было удобнее, ее расположение я сделаю не на отдельности, как он по умолчанию предлагает, а, например, здесь где-нибудь справа на существующее. То есть, то, что некоторые говорят иногда, ну, там, кто немного работал, со сводами, и говорят, здесь же нет чищел, типа, что ж мы тут считать будем. Ну, числа – это не главный критерий. Главное, чтобы были данные, а посчитать всегда, что найдется. Так как в моей таблице я убрала все эти всякие другие данные, которые мне, в принципе, не нужны, всего два поля, то что здесь? Ну, участник – это, по сути дела, их количество, да, ответы. Чтобы не видеть все эти данные, для удобства я их располагаю в строке, и тогда, по сути дела, я получаю список всех вариантов, которые только есть в нашем источнике. И если я поле «Участник» просто выберу, вот как многие ставят галочки, то, вы видите, тут я просто узнаю, какой сотрудник, но если бы это была фамилия, имя, я бы хоть по именам могла понимать. А здесь это какая-то секретная информация ни о чем. Поэтому само «Участник» поля я отправляю в значение. Согласно нашим сводным таблицам, если у нас тип данных с вами числовой, то он сразу по автомату включает операцию «Количество». И, по сути дела, вот эти вот два щелчка мыши позволяют мне уже сразу быстро судить о том, сколько сотрудников, какой вариант ответа нам с вами предложили. То есть, ну, красоту можно навести, вместо количества по полю «Участник», написать, ну, не знаю, там, количество ответов. Другой вопрос. Если мне то же самое, но хотелось бы еще видеть и в процентном соотношении, да? Ну, обычный человек, если немного считал, то он начинает устраивать здесь рядышком некие танцы с бубном и сам там пересчитывать, какую долю составляет каждое текущее значение от общего и потом дальше. На самом деле, сводные таблички, если бы они, по сути дела, ничего делать не умели, они не были бы так широко распространены, да? И, соответственно, задействованы для всех этих вещей. То есть, я тогда просто добавляю еще раз в поле «Участник» значение. И единственное, что мне нужно сделать, это сменить операцию. То есть, у нас есть всегда с вами еще дополнительное вычисление, которое умеет считать там различные проценты, отличия, нарастающие итоги и так далее. И когда я здесь смело поставлю процент от суммы по столбцу. И тогда уже я могу написать, что это там количество ответов, да? Но уже не в обычных величинах, а, например, в долевых. То есть, если я пересчитаю это, что называется, ручками сама, то я получу абсолютно тот же самый вариант. Ну, что-что, а проблем с расчетами, с перерасчетами, условных проблем с такого плана нет. Ну и, в принципе, если мне нужно уже предоставить информацию, я опять могу либо задействовать условное форматирование, да, там, еще какие-то варианты. Ну, а я, например, хочу построить прям, ну, как бы, график, да? Например, в виде кистограмма. Что я тогда делаю? Особенностью работы именно со сводными диаграммами заключается в чем? В том, что они берут свои данные из сводной таблицы. Поэтому вы, по сути дела, не можете управлять этими данными, ну, там, по отдельности отключать какие-то столбцы, включать, да, вот все, что есть в отчете, оно по умолчанию идет у вас на диаграмму. И причем, независимо от того, будете вы выбирать вставка диаграммы, да, какая-то, или на вкладочке анализ, или параметры в предыдущих версиях, там у вас также сводная диаграмма. Она по-любому строится только сводная, потому что ее источник – это сводная таблица. И здесь тогда мы можем выбрать какой-то вид. Ну, я опять же возьму линейщину. Так как в этом случае у меня два столбца, да, и один из них отвечает там за количество ответов, ну, там, величина от нуля, ну, вы видите, у нас там, условно, максимум до, там, 61, да, а вторая – это величина, это процент, да, ну, то есть это максимальная величина даже в сумме единицы, то, конечно, в этом масштабе, как бы я там гигантски не старалась сделать, видно там едва заметные такие столбики, да. То есть в этом случае тогда более логичное решение будет каким? Раскидывать эти данные по разным осям, да. То есть вы это можете делать, когда у вас вертикальные, когда горизонтальные, то есть, ну, в старых версиях это принципиально, что вы прям должны попасть по одному из рядов, в данном случае мне просто удобнее, и в контекстном меню вы увидите команду «Изменить диаграмму для ряда». В прежних версиях вы выбираете для этого ряда конкретный из всех предлагаемых тиков. В 13-й версии, так как есть уже комбинированный тип диаграммы, вы просто выбираете уже здесь какой ряд, ну, как бы, каким видом вы хотели бы предоставить, да. Ну, например, я поставлю, что количество ответов я хочу видеть в виде графика, да, но вы видите, в чем здесь неудобство. За счет того, что они у меня сейчас, как бы, получаются в разных осях, да, то есть вот один у меня, получается, как бы горизонтально начинает строиться, другой вертикально, то вот для этого типа диаграммы это выглядит, как бы, не очень, да. Поэтому я поставлю, например, изначально оба их, ну, допустим, вертикально, да. Ну, и, естественно, один из них в какой-то вспомогательной оси. Тогда, ну, так как проценты в перерасчете к ним, то я просто вижу вот эту, ну, как бы, линию процентов, да. Но если я захочу что-то отключить, я, конечно, могу там отключить, либо сделать какой-то вариант, который меня сейчас не интересует, либо буквально чуть ли не убрать это расчетное поле, ну, это будет немножечко не то. Поэтому если мне нужно предоставить, а вы видите, у меня совсем другой внешний вид, у меня здесь линейчатая диаграмма, да, и рядом прямо с каждой точкой у меня само значение, да, числовое, и плюс еще процент, то получается сводная табличка, она прекрасная, но она мне не позволяет, ну, как бы, сразу вот решить такой вариант, потому что когда я начну выделять, он опять скажет, что это сводная диаграмма. Тогда, если это уже результаты расчетов, ну, что называется, конечные, и они уже не подлежат изменению, то, в принципе, для быстроты построения вы можете построить сводную, да, там, посчитая все, что вам нужно, а потом просто взять ее, даже общий ток нам не нужен, просто скопировать и вставить как значение. То есть тогда в этом случае у вас все результаты есть, ну, процентный только, единственное, я поставлю, чтобы это все-таки было в процентах, да, и, по сути дела, уже по данным этой таблицы строить, ну, как бы, график, да. То есть я тогда, например, выделяю первые два столбца и строю уже линейчатую диаграмму. Ну, а отличие в чем? Многие вещи с позиции расположения в таблице, да, и когда вы получаете, они, как бы, ну, не очень читабельны. Поэтому здесь, когда строится в такого плана диаграмма, то очень часто мы задействуем упорядочение, там, от большего к меньшему, или от меньшего к большему, ну, смотря как удобнее будет читать, да. То есть здесь они сейчас упорядочены по принципу названия, да, тогда мне нужно просто эту табличку отсортировать по количеству ответов. Ну, то есть обычная сортировка, как она всегда и бывает, например, там, по убыванию. Но так как у меня здесь другой порядок, я могу либо поменять теперь здесь, обратный порядок категории поставить, да, либо в табличке, например, отсортировать их по возрастанию, тогда они станут таким образом. В дальнейшем, ну, опять же, в общем-то, некие простые действия, да, я могу, опять же, попросить подписи данных, по умолчанию мне поставят, естественно, сами значения, да, а вот если я уже хочу проценты, то на самом деле это сделать очень легко именно в 13-й версии. Почему? В 10-й, в 7-й версии, если это данные из каких-то, ну, скажем так, ячей, которые вы не задействуете для повторения, для построения, то практически, если не использовать никакие там специальные настроечки, созданные там пользователем, да, то человек впугает до того, что он вот сам тут чуть ли не руками сидит и дописывает эти значения. Ну, как бы, потому что инструментов, которые могли бы это сделать, практически нет. То в 13-й версии у нас здесь уже счастье, так же вот как и при работе с круговыми диаграммами, и здесь тогда мы уже воспользуемся с вами элементами диаграммы, зайдем прямо в подписи данных, дополнительные параметры, и вы видите, здесь у нас отмечено значение, есть еще замечательный пункт, называется «Значение из ячеек». Как только вы нажимаете, у вас сразу появляется окно, и вы рассказываете, из каких ячеек нужно хотите еще взять там значение. И тогда он показывает уже и проценты, да. Ну, а вы уже сами там можете настроить разделитель там новая строка, да, там или каждое значение со своей, как бы, строчки, там через точку-запятую или какой-либо еще разделитель. То есть вот такая вот приятная доработка при работе с диаграммами освобождает нас от ручного варианта или от необходимости что-то устанавливать, потому что не всегда человек имеет возможность установить какие-то дополнительные надстройки, да, у некоторых просто вот физически, скажем так, на рабочих местах это запрещено, да. То есть за счет того, что мы упорядочили, мы сразу видим, ну, по сути дела, ранг, да, рейтинг этих ответов, где больше, сколько это составляет от общего количества ответов, да. То есть в исходной таблице у нас там с вами 190 позиций, поэтому не то, что в сумме это 100, поэтому так легко. Он пересчитал все абсолютно корректно в зависимости от количества нашего таблица. Согласен, да. Так, ну это опять же, в принципе, мы ничего такого особо не хитрили, ну, кроме вот той возможности в 13-й версии, которая позволяет нам быстренько подписать вот эти подписи. Скажем так, пустячок, но очень приятный, да. Теперь другой вариант еще. Окажусь на следующем листе и в перспективе, например, что я хочу построить. Ну, например, вот такой вариант. То есть у меня есть три таблицы. По этим трем таблицам я строю, ну, по сути дела, три графика, да. Первый просто рассказывает мне доли, как человек, по каким причинам он вообще выбирает там магазин, что оказывает больше, да, влияние, что меньше. Затем, например, мне интересно, как на это отвечали люди, вы видите, в зависимости от возраста. И чтобы их сравнивать, у нас есть здесь несколько возрастных групп. И в сравнении идет, вы видите, одной группы, которые по возможности вы выбрали другой магазин, сколько это процентов, да. И те, кто, что называется, из серии, а мне все равно при любых обстоятельствах буду ходить до конца в этот, да. И серия ближайшая, и ничего с этим не поделать. Или альтернативы никакой нет. Или, например, так же, вот, как сложились эти же результаты ответов, да, в зависимости от того, какой был уровень там доходов, там, ниже там какого-то среднего, да, там его объективно там выше и так далее. То есть в чем особенность здесь будет? В том, что у нас с вами по отношению, как бы, к некой оси, данные будут раскладываться на разные стороны. Такие вещи обычно строят, когда используют, ну, вот, для сравнения, когда у нас происходит там очередная перепись населения, показывать, что было, например, в прошлом, ну, там, в Рианте, да, что стало сейчас. Когда производят анализ рисков. То есть здесь также можно будет в перспективе какой-то из веток там упорядочек по возрастанию или побыванию, исходя из этого уже вторые данные подстраиваются. Ну, давайте сейчас и это построим. То есть есть первая таблица, ну, опять же, согласно, например, уже предоставленным там данным, да, нам предоставили табличку, какая статья на что там влияет, да, то есть тогда, естественно, я ее просто выделяю и строю обычную круговую диаграмму. Ну, объемная, не объемная, вот такая она, конечно, вообще красавица, сразу все видно, но здесь, насколько видите, слишком много роль отведена непосредственно самой легенде, да. Один из вариантов, либо вы можете это поменять сами, ну, начать настраивать, либо всегда не забывайте про экспресс-макеты, которые есть у самой программы. То есть вы можете, воспользуясь экспресс-макетом, ну, достаточно быстро получить, ну, различные варианты, где у вас либо там доли сразу подписываются, да, либо подписываются доли со значениями, ну, а потом при необходимости взять, например, и это уже немножко скорректировать. То есть если вам в расположении не понравилось то, что он предложил, да, то можно всегда зайти непосредственно в форматы подписей, да, и рассказать, что, например, хочу все там у края снаружи, и тогда они разбегутся уже по краям. Ну, и вот многие иногда задаются вопросом, к сожалению, это не во всех версиях, но в целом в современных версиях, выбирая каждое из подписей, вы имеете возможность просто вот, ну, изменять размер, как у любого другого объекта. Потому что раньше возможности изменения линейных размеров там, где он пишет, у нас отсутствовали, ну, что называется, как вид. Поэтому где-то, если что-то там неудобно, можно переместить, да, где-то, может быть, сдвинуть, вот если этих данных много, с какой целью, чтобы саму диаграмму... Так, не надо ее сдвигать. Чтобы саму диаграмму просто немножечко передвинуть и оставить там, где слишком широкие тексты, да, место на более компактное написание. Ну, к сожалению, вот здесь такой приятный момент, он хоть и появился, но, тем не менее, вы видите, надо это подделать ручками-ручками. Ну, разрабатывается моторика. Так. То есть так, например, мы получили. Ну, и опять же, там, если, допустим, я там сделаю все в одном каком-то цвете, то вот они у нас получились. То есть, в принципе, обычная круговая диаграмма, которая нам рассказывает, как в целом ответили там какая-то определенная категория лиц, да, на задаваемые вопросы, да. И вот теперь уже будем строить рядышком расшифровку. Например, нам предоставили данные по возрастам, то есть возрастные группы, да, и значение, вы видите, буду ходить до конца, да, сколько процентов, в каком возрастной категории, и по возможности там выберут другой магазин. Вот в чем особенность построения таких диаграмм в виде, они по-другому еще называются, согласно явлению природному, они начнут название торнадо. Ну, по-русски, по-английски это не важно, как это написать. Ну, за схожесть вот иногда с внешним видом торнадо, вот иногда же бывает прямо они так вот красиво с одной стороны, с другой, ну и вроде как вот вороночек. Так вот, у нас же получается как, одни данные строятся по отношению к оси налево, другие направо. Если я ничего не сделавши пойду строить диаграмму, то в результате что у меня получится? Я даже возьму такую же, да, но вы видите, какую бы я ни брала, они у меня будут строиться, естественно, от нуля. Просто либо с накоплением, либо без. В принципе, конечно, они мне показывают эти данные, но когда они как-то бегут в разные стороны, то это считается более наглядным. Тогда наша задача над этим немножечко еще поработать. Раз одни данные идут вправо относительно оси, другие влево, то это шикарно сразу вот прям можно будет сделать, когда у вас будут данные одни позитивные, то есть положительные значения, другие негативные. Там прям выделил, построил, все готово. Раз у нас такого нет, значит, наша задача, ну, как бы это реализовать. То есть мне, по сути дела, все значения, которые будут входить там до конца, нужно будет, ну, как несложно догадаться, и в одной и в другой таблице искусственно сделать отрицательными. Если, например, это данные, что называется, исходные, они вам дальше также нужны, тогда просто нужно сделать еще одну таблицу. Если они вам нужны исключительно для построения графика и больше ни за чем, то я могу смело, что называется, портить их. Ну, руками, я думаю, не очень хочется даже, несмотря на то, что всего 10 ячеек, тут сидеть и минусы эти подписывать. Как всегда, у нас есть возможность быстренько изменить исходные данные на сколько-то, во сколько-то раз. То есть я тогда в любую ячейку введу минус 1, воспользуюсь командой обычной копировать, и затем, выделив ячейки, где мне нужно быстренько поменять знак, зайду в специальную вставку. Чтобы у меня не убежало оформление из табличек, я скажу значение. Ну и, соответственно, умножить, разделить в случае с минус 1. Насколько вы понимаете, это не имеет никакой роли. То есть в результате я скажу на минус 1, и получается все как должно быть. Но цели-то своей я добилась, минус 1 свое дело сделала, я ее ликвидирую. Но когда я построю диаграмму, они действительно у меня разбегутся по разным осям, но в чем будет второе неудобство? Когда я буду предоставлять сами значения, то у меня на графике здесь они будут написаны не минус, не 12,1%, а прям минус 12,1%. Это будет как-то не очень корректно. Если бы это действительно потери, например, в денежных выражениях или штучных каких-то, то тогда, конечно, мы могли бы с вами здесь взять и так и оставить. Поэтому серия ловкость рук, никакого мошенничества в Excel. Содержимое ячейки может быть одним для удобства работы, печати, например, его можно сделать и другим. Это можно сделать за счет пользовательских форматов. То есть я выделяю именно сразу, чтобы не делать два раза, и одну, и другую таблицу. Захожу в обычное окно формата ячеек. Я хотела воспользоваться стандартными клавишами, но кто-то здесь установил программочку, которая увеличивает на эти нажатия клавиш. Это Ctrl-1 формат ячеек. И тогда что я дальше делаю? Я выбираю все форматы. Он мне показывает сейчас процентный формат, то есть 0,0 и значочек процента. Второй 0 я просто убрала. Я тогда вот так вот по-хитрому ставлю точку с запятой и задаю, что мне таким же образом нужно, чтобы выглядели и отрицательные числа. Но согласно поисковым форматам, первая группа – это как выглядят положительные значения, вторая группа – как выглядят отрицательные. Поэтому то, что два раза написано одно и то же между ними точку с запятой, это говорит о том, что я хочу и положительные и отрицательные значения видеть, чтобы они выглядели одинаково, но при этом без каких-либо знаков. То есть вот если бы вы не видели, что я что-то делаю, у вас возглавляло сейчас впечатление, что на самом деле как будто я ничего и не делаю. То есть практически зрительно я вернулась к тому самому исходному варианту, который у нас был с вами изначально. Но при этом, если в ячейке значения отрицательные, в случае, если это не формула, это хорошо видно, в строке формул он действительно показывает ее как отрицательные. То есть обрабатываться, считаться, все это будет действительно так, как оно есть – положительные как положительные, отрицательные как отрицательные. После этого, что я делаю, я выделяю, соответственно, первую свою табличку и строю не что иное, как уже линейчатую диаграмму. Ну вот можно, в принципе, увидеть, в чем они отличаются. Линейчатые с группировкой, они будут идти всякий раз, каждый ряд не может строиться напротив другого, они уже идут со смещением. Поэтому может казаться, что вы анализируете для разных групп, возрастных, товаров, чего угодно, городов. И здесь у нас есть еще линейчатые с накоплением. Тогда они также, как у нас была затея, разбегаются по разным сторонам, но только уже друг напротив друга. Ну, опять же, если мне не нравится здесь, не знаю, чтобы согласно моим цветам, я просто заменю цвета на зелененький, это там, где они у меня будут ходить до конца, то есть такие непобедимые. Ну, а оранженькие как раз по возможности будут выбирать другой магазин. Если мне эта, опять же, линия ось X не нужна, я в перспективе от нее избавлюсь. Но здесь вот сейчас что еще не очень удобно. У меня подпись, она идет, ну, как бы согласно оси, и получается по ощущениям, как будто это подпись моих данных, которые будут ходить до конца. Тогда мне эту ось нужно двигать. Чтобы двигать вертикальную ось, ну, по факту, как я сейчас вижу, я тогда щелкаю дважды по горизонтальной и на вопрос, где будет происходить пересечение с вертикальной осью, либо я могу написать прямо значение оси и ввести какое-то значение оптимальное, чтобы не думать об этом, я могу ввести вообще хоть там минус 5, там все равно минус 1 максимум. И тогда оно будет всегда слева. Всегда-всегда слева, какой бы там у нас процент ни был. Или вот если вы ставите максимальное значение, то тогда эта ось, вы видите, она сразу получается справа. Ну, то есть вы можете либо сами рассказать, на каком значении оно должно быть. Минус 5, это с точки зрения процента, было бы минус 500. То есть я понимаю, что это заведомо всегда будет левее, чем наше последнее значение. И тогда уже дальше эта ось нижняя, мне, например, не нужна, я ее убираю. И, наверное, опять же, для удобства имеет смысл сами подписи данных, попросить, чтобы они расположились у нас в диаграмме. И опять же, если мне для диаграммы вот нужна другая последовательность, например, данных, тут варианты какие возможны. Ну, когда я их отсортирую, это не факт, что вот возрастная категория будет в таком же, да, вы видите, он опять поменял. То есть я тогда для вертитальной оси зайду и опять поменяю обратный порядок категории. То есть либо расположение, да, либо вот прям сразу здесь, и тогда у меня уже будет согласно тому, как оно было в диаграмме. Ну и как мы уже этот способ сегодня задействовали, чтобы не вводить название заголовка, опять же, ручками, сошлись на ячейку, и, по сути дела, готово. То есть сами линии сетки, если они лишние, я их опять могу смело рекомендировать. Ну, как несложно догадаться, вторая диаграмма строится абсолютно аналогично. То есть я также выделю, зайду в линии счету, и, по сути дела, дальше мне нужно будет проделать, что называется, те же самые действия. То есть опять же сместить это, ну, давайте для разнообразия. Хотя когда рядышком одинаковые диаграммы, лучше, конечно, разнообразием не страдать, потому что иначе одна влево смотреть, вправо это не очень удобно. То есть вот буквально, вы видите, построение занимает какие-то считанные мгновения, удаляется лишнее, ставится честный заголовочек, как он там нужен, и делаются подписи данных. Ну и опять же, в зависимости от того, как вы хотели расположить, здесь вы можете уменьшить или увеличить. И, кстати, дальше вот, ну, с позиции, там где-то, может быть, мне сами табличные данные не нужны, да, вы можете их расположить, ну, и такая, опять же, просто ручная, назовем так, визуализация в каком плане, убрать от них рамки, чтобы не было ощущения, что они по отдельности, да, вот как сплошное как будто полотно, нет контура. И, так, она прошла, нет контура у одной этой линии, да, нет у другой. И так же, например, у круговой диаграммы. И тогда будет ощущение, что они у нас вместе, да, и как вариант, ну, саму круговую диаграмму, если мне необходимость есть, я могу расширить, да, в принципе, и у круговой диаграммки мы тоже имеем с вами возможность поставить заголовочек, да, чтобы уж так совсем все было по-честному, чтобы было понятно, что это. Числовые данные, как вы понимаете, они могут быть и на этом листе, могут быть и совсем на другом листе, то есть это уже. Ну, и, кстати, вот даже, если у нас здесь идут в одинаковых цветах, да, то получается, что вроде бы как две легенды, они нам особо не нужны, да, то есть тогда я могу просто одну физическую легенду удалить, ну, а чтобы, наверное, было бы, может быть, получше видно, ну, тут немножко посмотреть, может быть, сделать ее там покрупнее, так вот для остальных. То есть, в принципе, вот один вариант вы смотрите на это таблично, да, и другой вариант, пожалуйста, вы смотрите на это уже графически. То есть вы видите, как в целом ответили, да, и как в зависимости там от возрастной группы, и, например, как в зависимости от отношения к уровню своих доходов. Но здесь вот мы задействовали диаграмму торнадо, которая позволяет нам раскидывать с вами значения в зависимости от того, как мы хотели видеть. Одни по отношению к оси вправо, другие по отношению к оси влево. Здесь вот у нас был один набор значений. Иногда может быть и так, что, ну, допустим, какой-то там параметр, да, он состоит из нескольких, да, тогда вот по аналогии вы можете сравнивать и несколько наборов значений. То есть у вас просто в этом случае, как будет происходить, вот если ось, да, у вас будет, например, идти, накопительно в одну сторону, например, одни параметры, ну, допустим, не знаю, население в городах, да, там, в городах мужчины и женщины. А в другую сторону, например, также по аналогии, наверное, кто-то еще третий должен быть, например, они жен в селах. Ну, или там мужчины, женщины, например, дети, да, сколько их города, сколько сел, там, например, по отношению к разным городам. То есть без проблем, соответственно, не один ряд будет просто отрицательный, а, например, там, два или три, которые вы откладываете в левую сторону. А так как мы по-любому строим тип диаграммы, у нас с вами, с накоплением, да, то они также будут накопительно откладываться, ну, влево, соответственно, или вправо. Да. Ну, и, собственно говоря, еще один вариант, да, сейчас в перспективе мы посмотрим. Это, например, у нас там, представьте, да, как я написала, что вам выпал шанс начать карьеру в другой области, и вот решили среди сотрудников провести такой опрос, и потом решили посмотреть, кто там на что, и как бы, вот, ну, к примеру, там, шутливая может быть форма, не шутливая, но сам факт того. Вот это представление, это уже Power View, хотя сейчас мы посмотрим вначале, например, с точки зрения тех же самых диаграмм, сводных там, да, или обычных, это тоже все неплохо выглядит. Или вот, в чем будут плюсы отчетов Power View, вы увидите основное, это то, что они, в принципе, тоже достаточно просто строятся, но они такие динамичные, то есть все эти элементы, они могут влиять на значение других объектов этого, собственно говоря, отчета. Ну, сперва, сперва у меня есть, опять же, источник, насколько вы видите, это простейшая таблица, вообще таблица, даже не таблица Excel, да, и, в принципе, для многих вещей, особенно, когда эти данные дальше добавляются, да, то удобнее работать, когда вы обычный диапазон ячеек преобразуете в таблицу Excel, да, то есть обычный, например, командой форматировать как таблицу, ну, и внешний вид, какой вам там нравится. Для удобства дальнейших работ, когда, особенно, если таблиц много, то здесь имеет смысл эти таблицы переименовывать. На вкладке конструктор у вас есть имя, ну, и вместо стандартной нумерации типа таблица 1, таблица 2, таблица 3, можно взять и, например, дать ей, ну, как бы, более удобное для себя название, да, то есть, к примеру, есть данные исходные таблицы, да, мы провели так называемый, как я его здесь назвала, шанс карьеры, и вот нам там рассказали, кто бы, что бы сотворил. Ну, тут вариантов может быть еще много, но здесь вот не помню, сколько их в числовом отношении. То есть, если бы я начала строить вот обычную сводную таблицу, да, я бы опять пошла там вставка сводная таблица или конструктор сводная таблица, да, ну, даже на новом листе построю, и, в принципе, я здесь могу рассказать о чем. Также выбросил, как до этого там, шанс карьеры, да, и практически по любому полю, наполнено, хоть там по полю фамилия, да, сразу посчитать, сколько человек, что говорит, да, и, в принципе, я могу с таким же успехом взять здесь и построить, например, по данным таблицы ту же самую там гистограмму, да, и показать, вот они, такие молодцы, да, или, как вариант, если я не хочу гистограмму, да, то еще как вариант, я могу какие-нибудь тут задействовать наборы значков, и, например, звездочки, да, или там, либо, залитая, либо половинчатая, либо полностью, они мне тогда расскажут, вот тут, что массово, да, на фоне остальных товарищей, они решили открыть свой бизнес, да, но, а второе по рейтингу у нас получилось с вами искусство, да, при этом, например, если мне даже не нужно, ну, название понятно, можно изменить, если, например, мне не нужно знать, сколько людей, а вот просто иногда, знаете, как вот бывает, расстается уродка к рейтингу, да, то в принципе я могу даже снова добавить, пусть будет это же поле, и в дополнительных вычислениях быстренько, например, отсортировать от максимального к минимальному, и тогда, помню, видите, легко рассказывать, что первое место занимает у нас с вами, открыл бы свой бизнес, да, то есть вот даже дальше я могу просто по этому полю выполнить обычную сортировку по возрастанию, и тогда в этом случае я что буду видеть, на первой позиции те, кто действительно хотели бы открыть свой бизнес, да, там на второй те, кто потянется в искусство, дальше вы видите разделили третью позицию, там шоу-бизнес, госслужба, ну и вы видите там сила спорта, армия другое, включая науку, они вот на четвертой позиции, а уже все, что касается там сельского хозяйства, журналистов, или вообще не стал бы менять, да, в субе занятия, это, видимо, свое у меня было, уже, ну, как бы об этом говорят нам в самые последние места, да, то здесь, ну, естественно, он как раздает, если значения одинаково, то мы всех вместе на этот пьедестал почета поставили на одну ступень, да, то есть я могу не показывать вот эти значения, да, но просто рассказать, вот, я не говорю, сколько это, да, в количественном соотношении, их может разиться там в одну позицию, но во всяком случае я их сразу быстренько ставлю, ну, что называется, ранг, рейтинг, да, нашего опроса. То есть с этих позиций это тоже неплохо, ну, в том числе в сводных табличках, отмечена 10 версия, можно такую вещь делать, потому что иначе мне нужно будет думать, какая там функция есть, ранг, как не проранжировать этот диапазон, и тому подобные вещи. Здесь это все происходит очень быстро. Так, один вариант, да, там другой вариант, если, может быть, я там решила посмотреть влияние, не знаю, там, хобби, не хобби, то есть мне надо строить тогда несколько различных, там, каких-то отчетов, да, или, или мы можем взять и построить это в виде отчета, вот, как я вам сейчас показывала, в виде отчета PowerView, да, например, я буду видеть результаты также ответов, да, вот опять же свой бизнес открывают там по максимуму, да, при этом я буду видеть, кто там у нас, какие респонденты были, мужчины, женщины, как бы в массе, да, какая доля, и также, вот, например, могу все то же самое еще посмотреть по участию, какие у них должности на текущий момент. И вот сейчас, когда я построю, мы с вами легко увидим, что я в перспективе там щелка, у него же там мужской, да, вот в эту долю, у меня сразу здесь тут рассказывается, вот именно как мужчины себя вели в рамках этого вопроса. Какие должности вот они и так далее. То есть не я там все это пересматриваю, а все так происходит просто быстренько и моментальненько. Ну, как я уже говорила, сами по себе отчеты PowerView, они появились только в 2013 версии. Поэтому вот здесь, к сожалению, у кого не 13 версия, то просто физически вы это построить не можете. И, соответственно, даже вот еще такой моментик, вот мы здесь на втором листе, я задействовала и проценты, да, и числа в 13 версии. Отправляем человеку, у которого будет 10 или 7 версия, там, к сожалению, не будет ни одного, даже ни другого значения, хотя одно было фрагратное значение. Там будет просто типа написано, введите число. Ну, то есть вот, раз этого не было, то вместо них появляется у меня некий казус. Сами по себе отчеты PowerView, ну, как вот все современные технологии, которые начинаются со SlowPower, в первую очередь, в SlowPower появилась у нас в Excel 10 версии, как настройка PowerPivot. Ну, это для того, чтобы анализировать большие данные. Затем, это было прямо, надо было ее настраивать, то есть специально скачивать. Затем уже в 13 версии, PowerPivot, это уже как настройка, которая есть в программе. Сама вся настройка PowerPivot, она нам позволяет загружать разные источники. Это может быть там и SQL сервер, например, там результаты обработки хранятся. Это могут быть и те же самые OLAP кубы, ну, к примеру, вот там, не знаю, анализы, допустим, какие-то там GET, да, там, которые вводятся с различных источников. И затем их можно представлять в виде отчетов. Это простые отчеты в виде слонных табличек, ну, практически те, которые мы строим обычным образом, да. И плюс, вот, в большей степени PowerView строится не только по обычным, да, вот нашим простеньким табличкам, там, небольшого размера, но и вот по вот этим всем мощным источникам. Там просто, если мы работаем непосредственно с PowerView, вот, у нас больше возможностей по настройке, вот, полей, вот этих вот операций. Здесь у нас его несколько будет ограничено. Но, тем не менее, у меня источник, да, и я отправляюсь там вставка и отчет PowerView. Дело в том, что в этот момент он загружается. Ну, когда совсем первый раз это происходит, чуть-чуть дольше, если я это загружаю уже впоследствии, то это уже пошустрее. И второй момент, это, если вот вы открываете файл, да, то он каждый раз, ну, немножечко подзагружает. Ну, вопрос, хотите помочь в улучшении офис, это, наверное, не совсем имеет отношение сейчас к нашему семинару. Я скажу, нет, спасибо. И в результате, что я получила? Это особый тип листов, которые в Excel вы не имеете физической возможности ни копировать, ни перемещать, вы только можете их там удалять, переименовывать. Ну, то есть, вот, такие простые операции. В правой части, по принципу, типа, как и в сводных табличках, у меня пришли поля PowerView. Ну, тут программа уже решила за меня, что называется, похозяйничать, да, поэтому я сделаю вид, спасибо, я в состоянии сама. Ну, вот, в отличие от сводных табличек, вы видите здесь поля, которые числового типа данных, они уже так сразу хитренько стоят со значком Sigma, да, то есть, как бы намекая на то, что это числа, и вот их можно считать. Но, естественно, можно не только числа, по тексту мы тоже всегда имеем возможность делать обработку в виде, в виде расчета количества, да, там, количество различных элементов, количество непустых элементов, ну, и, например, соответственно, раз нас сейчас интересует наш шанс карьера, я выбираю это поле шанс карьера, галочку или перетаскиваю, и тогда он мне сразу автоматически показывает, ну, все позиции, которые там есть, да, и теперь мне что нужно сделать? Мне нужно сделать, по сути дела, следующее, посчитать, сколько товарищей, какую позицию выбрали, да, опять же, например, я могу взять поле фамилии, и тогда, вы видите, он начинает их просто, ну, показывать, да, и здесь же я беру и просто меняю операцию, например, количество непустые, и тогда уже, на самом деле, мне показывают не что иное, как вот тот же самый отчет, который я строила в сводной таблице, да, но мне, например, в таком виде, ну, сейчас я построю до конца, пусть будет в начале три таблички, это, конечно, скучновато, с точки зрения просмотра, да, отчетов, все-таки графическое составляющее должно быть, но тем не менее, например, я решила что-то посчитать еще по части работы, вот, пол, да, какой пол, как отвечал, я также возьму, выберу пол, и также, например, опять возьму фамилию и поменяю количество, тогда, вы видите, я сразу вижу, что в нашей таблице всего 10 женщин было как корреспондентов, да, и, соответственно, 25 там сотрудников мужчин, да, ну, еще аналогичную табличку сделаю на должность, то есть я выбираю должность и также не буду менять традиции, возьму фамилию и выберу, соответственно, количество там не пустых, ну, перемещение, изменение размеров, здесь этим человек занимается вручную, к сожалению, не все инструменты, как бы, те, которые хотелось бы, но в таком виде вкусноватенько, правильно, какие-то там три таблички, она, в принципе, информация, которая нужна, она читается, но практически не запоминается, то есть она далеко не наглядна, поэтому все очень просто, я свои таблички теперь беру и меняю имя в представлении, то есть здесь поставлю, опять же, линейчатую диаграмму с группировкой, например, группировка с накоплением, когда каждое значение одно, это, по сути дела, не имеет роли, да, и затем, ну, единственное здесь вот, минус в чем, в том, что у нас нет такой гибкой настройки, вот если я захочу, чтобы он мне показывал название полностью, тут вот буквально, это либо изменять размер, но он тоже меняет не любые размеры, да, там пропорционально, либо просто это поле само в себе увеличивать, да, например, там, где у меня количество наших мужчин-женщин, я возьму круговую, и тогда он мне сразу рассказывает, как бы, какой сектор занимает мужчины, да, какой женщины, во всем вы видите, опять же, вот изменение размеров, да, легенда, она вот на каком-то расстоянии есть, вот это вот, ну, к сожалению, ничего нельзя подвигать, то есть, вот хотелось бы, но пока никак, ну, и, соответственно, например, оставлю в виде гистограммы, это какой сотрудник, да, там, в какой должности, как старался, ну, то есть, здесь вот перемещение, оно происходит по принципу, вот чем-то напоминающим, как в PowerPoint, вы просто двигаете, да, и размещаете на слайде там, где вы хотели бы. Ну, и вот такие, конечно, названия, это шедевральное количество фамилий на пол, да, количество фамилий на должность, количество фамилий на шанс, конечно, в этом случае от этих заголовков имеет смысл избавляться, и уже просто в перспективе, то есть, это возможность у нас такие здесь есть, и в перспективе, просто, если вам нужны нормальные заголовочки, то используя, по сути дела, обычную надпись, так, на пороге, просто вот уже самим брать и писать, что это, например, там, ну, неважно, какой-то там заголовочный, допустим, там, распределение, там, по полу, да, там, ну, то есть, вот, исключительно, самостоятельно написать уже так, чтобы это, это никого не пугало, там, один заголовок, потом добавить второй, третий, и так далее, и вот тогда уже это будет, ну, в каком-то, более, более законченный в виде, скажем так. Ну, я тогда сейчас пропущу, вот текст, это не самый увлекательный момент в жизни. Так, теперь, что будет дальше? Если мне нужны данные, да, то я также, по сути дела, выделяю, это я еще не то немножко сделала, я выделяю область в целом, и, например, на вкладке макет, у меня есть возможность поставить метки данных, ну, допустим, там, у вершины снаружи, ну, по аналогии, как вот по обычной, да, также я могу поставить и для гистограммы, которая показывает мне, сколько людей, в какой должности у нас отвечала. Ну, здесь единственное, видите, их нужно немножко настраивать так, чтобы они все-таки друг с другом не пересекались, то есть, либо их делать больше вытянутыми, да, то есть, это вот одна из таких небольших проблем, которая немножко здесь есть. Здесь тоже сверху это общий заголовочек, ну, я весь все это сочинение писать не буду, да, но реально здесь у вас заголовок. Большой, не очень там это все двигается. С позиции вот работы, да, что у нас здесь получается. Ну, во-первых, я сразу вижу, да, крупненько так, ну, в современной графике, да, не как там раньше в старых стилях, что, где, кто ответит. Если, например, я решила посмотреть, как, ну, как бы, как отвечали женщины, да, ну, женщины здесь синенькие, мужчины красненькие, по идее, наверное, привычнее как-то наоборот, но, как называется, временно с программой не поспоришь. То есть, я выбираю тогда здесь просто, вот видите, щелчком на самой диаграмме наглядность в Power View заключается в том, что вы видите состояние, которое вообще, да, и вы видите, что конкретно на текущий момент. То есть, вот я вижу, что женщины там бы, ну, кто-то в госслужбу, кто-то в силовые, да, в искусство, да, но, во всяком случае, в шоу-бизнес что-то они у меня не потянулись, и ничего не стали бы менять, вот там, журналистику, да. Если мне нужно посмотреть по мужчинам, смотрите, опять же, какая прелесть, мы просто щелкаем вдоль, где у нас мужчины, и нам сразу рассказывают, значение по мужчинам, правильно? То есть, цифры, естественно, ну, реальные. Если мне нужно идти и другие смотреть, я просто щелкаю мимо, и в результате я вижу уже, ну, их совокупность, да. То же самое, например, если я решила посмотреть, а как же там вот на 7 менеджеров, как они себя повели. Я щелкаю просто на вистаграме в столбик, отвечающий за менеджеров, я сразу вот, ну, вижу, какую долю, как бы, да, вот так более-менее, они составляют от общего количества, и сразу вижу, вот, менеджеры решили каждый, можно сказать, почти второй податься, открывать свой бизнес, да. Ну, например, охранники, охранники решили тоже открыть свой бизнес и в шоу-бизнес. Ну, да, если он там, охранник пришел в бизнес, он уже кухню это все узнал и решил тоже. Продавца вы видите, кто куда. Ну, так как у нас открывают бизнес 9 человек, а всего 35, то получается, каждый 6, нет, каждый 4, да, он готов это сделать. Ну, и вот аналитики, смотрите, аналитики, ну, загадочные люди, кого-то все-таки даже в сельское хозяйство, в искусство и в шоу-бизнес. То есть, вы видите, так вот симпатичненько, наглядненько, динамичненько, то есть, в принципе, то, что в современном мире востребовано, и вот, ну, к сожалению, только начиная с 2013 версии, ну, а так здесь можно немножко симпатичности какой добавить. Здесь, как вот во всем офисе есть темы, да, то есть, мы можем выбрать тему, и тогда вот там не будут уже других там цветов. Но прям так, чтобы самим взять и тут покрасить, нет, здесь такого пока нам ничего такого не предлагают. То есть, одна, другая тема, ну, и вот здесь женщины стали хоть оранжевым, а мужчины синеньким. Ну, так более привычно для восприятия цветов. Шрифт, вот, ну, те вещи, которые вы написали, заголовочки, да, вы можете область выделить, там появляются в классах текста, вот простые текстовые изменения доступны, да, то есть, я могу там этот заголов помощнее сделать, а вот все остальные вещи, они здесь настраиваются исключительно каким способом? Размеры текста, в пропорциях, то есть, если крупно надо поменьше, ну, типа не умещается, вот вы берете, масштабируете, они тогда будут меньше. Надо наоборот, по принципу замазать все, да, побольше растянуть, то опять же не руками, да, потому что вытягиваю рамочку, шрифты крупнее не становятся, только в процентном соотношении, то есть, по умолчанию 100%, дальше можете менять, то есть, вот такой вот вариантик, он как бы имеет место быть. Шрифт, ну, вот здесь сейчас шрифт с носичками из того шаблона, который я выбрала, он, как правило, не очень удобен для чтения, обычно это какие-нибудь прямые шрифты, да, типа Эрио, да, там, Тахома, Вердана, Камрия, может быть, Калибрия, ну, то есть, вот, просто иногда бывает, они же, они по внешнему виду похожи друг на друга, но у них разные пропорции между шириной и высотой, что тоже иногда бывает неплохо. Ну, в таких вещах они, к сожалению, не ставят нам Ариал Блэк, ну, это, наоборот, всегда очень жирно, мощно что-то, к сожалению, не ставят еще Ариал Наро, вот такой вообще худышечка, вот иногда, может быть, когда, ну, названия большие, да, его нам немного, ну, что-то за все не хватает. Ну, и вы видите, фон, то есть, вот он может быть у вас одноцветный, да, или если вы там решили все предоставить, не знаю, на черном фоне, то, ну, тут в зависимости, сразу, видите, меняет сам цвет шрифта, да, ну, более какой-то там серый, ну, и, в принципе, если нужно, вы можете в качестве фона в том числе там задать какое-то свое изображение, можно при необходимости вставить рисунок, то есть, сделать по принципу, не знаю, вот, стандартный есть, что это у вас там логотип, ну, это, конечно, очень большой логотип, то есть, к примеру, там, допустим, логотипчик компании, или сделать его, ну, как вот фоновый рисунок, да, как подложечку, ну, то есть, заранее подготовить, если нет, то может быть там один, другой, третий, и вот получается такой отчет. Здесь обычно многие еще спрашивают, можно ли его отправить в PowerPoint, и как он там будет жить, так напрямую нет, то есть, пока это не реализовано, то есть, вот реально, если мне его надо отправлять в PowerPoint, то у меня ничего другого нет, да, то практически вот здесь это, ну, как картинка, print screen, да, по сути дела, вот, здесь он уже не двигается, ничего, то есть, типа я здесь щелкаю, щелкаю, да, здесь ничего, естественно, не меняется. Если вы работаете SharePoint, вот тогда там, да, если вы создаете через SharePoint, то в PowerPoint они оживают, это единственное, пока как бы, исключение. а если вы работаете только, например, просто в Excel, да, на своем компьютере, никакого там SharePoint у нас нет, то результаты обработки остаются, вот, ну, в динамичном варианте, именно только внутри нашего файла Excel. Вот, но, во всяком случае, с точки зрения, если даже мы используем в PowerPoint, мы всегда можем сделать там гиперссылочку, к моменту показа, открыть файл Excel, да, продемонстрировать всю эту красоту, что у вас там меняется и прочее, и потом уже закрыть окно и продолжить обычный показ PowerPoint следующих слайдов. Ну, вот, наверное, это, в принципе, можно сказать, в массе свои те основные моменты, которые мы задействуем при предоставлении результатов, да, будь то это опросы, или вот просто результаты расчетные, да, то есть в основном это действительно у нас с вами, ну, условное форматирование, оно в современных версиях все прекраснее и прекраснее, да, наши обычные гистограммы, то, что мы с вами строили, нестандартные, да, вот торнадо, как бы, на самом деле видов их можно, ну, первый вариант, увидеть много, где-то иногда, когда что-то не хватает, можно еще что-то и сочинить, как бы, с этим проблем никаких, поэтому все в первую очередь зависит от того, что мы делаем, да, и для каких условий, то есть раскрасить их там, не знаю, разными цветами, да, даже вот в условном форматировании, тоже есть еще цветовые шкалы, да, то есть, ну, единственное, наверное, красный это плохо, когда первое место дает красный, да, обычно, наверное, зеленый, как-то хорошее у нас больше, да, тогда лучше взять второе, то есть молодец, первое место там, почти как золотая медаль, только четвертое место, вот, то есть сразу видно, иногда, кстати, вот эти правила, которые, цветовые шкалы, если у нас есть два набора значений, там, за прошлый год и за текущий, то их тоже можно сравнивать, то есть даже вот на той табличке, которая у нас была, да, вот эта вот, то есть в принципе, ну, единственное, сейчас отрицательное, так вот можно к одной применить одну цветовую шкалу, да, и к другой применить точно такой же, и тогда здесь вы просто будете видеть, кто стал больше, кто меньше, но чтобы это было корректно, мне единственное, надо, по идее, вернуть это в положительные значения, правильно, иначе получается сейчас немножко некорректное сравнение, а так вот сразу по цвету оттенка видно, то есть улучшена позиция, или, ну, к примеру, совсем ухудшена, да, так, ну, напомню, если вот мне сейчас не нравятся эти правила, то удалить правила, так как других здесь нет, могу прям смело сказать, всего листа, и тогда это становится на месте. Да, ну, собственно говоря, это то, что в рамках сегодняшнего семинара я хотела вам показать. Ну, с позиции, если говорить применительно к курсам, где какие вещи можно встретить, ну, Excel у нас вообще представлена достаточно, в принципе, широко, то есть в рамках второго уровня это различные расчеты, сводные таблицы, ну, и также сводные диаграммки, да, и условное форматирование, то есть это вот, ну, в большей степени там, да, если смотреть третий уровень Excel, или где у нас анализы визуализации, то вот здесь как раз пользовательские форматы, это вот за счет них, ну, мы фрагментик буквально маленький, да, просто чтобы показать, как нормально, а так реально пользовательские форматы позволяют вам настраивать ячейку ровно так, как она вам нужна, ну, конечно, не совсем в пределах неразумно, то есть если в ячейке 5, то не надо вместо 5 показывать 70, да, хотя, в принципе, можно, ну, то есть просто сами себя запутаем. Мы с вами буквально один тип диаграммы затронули из третьего уровня, это вот мы строили торнадо, но в целом, если говорить на третьем уровне, мы строим ряд низкнадахных диаграмм, это и водопады, и термометры, и с управлением рядов, ну, как бы и тому подобных вещей. Ну, и что касается уже непосредственно PowerView, да, PowerView, немножечко позднее, ну, по-моему, там где-то летом, я буду проводить семинар, где я буду показывать, как можно делать географическую привязку с помощью PowerMap, PowerView и Visio, ну, то есть три программы, которые как-то нам, ну, к примеру, помогают, когда нам нужно отобразить значение на географической прям карте, ну, потому что кто-то с этим завязан, так прям вплотную, да, кто-то по-прежнему сочиняет, там, строит карту, рядом прорисовывает что-то, накладывает одно на другое, но, как вы понимаете, мир не стоит на месте, все это развивается, и у нас достаточно простые инструменты. То есть, вот, в рамках бизнес-аналитики, которые у нас есть, с использованием PowerView, PowerView, PowerMap, да, вот, там уже можно будет научиться загружать данные из разных источников, Excel-евских, не Excel-евских, строить различные отчеты, ну, сводные таблицы, там тоже, с дополнениями, PowerPivot, PowerWip, Map, то есть, смотрите, этот курс, как я считаю, называю, это одни сплошные Power, то есть, мощно, просто, и задача основная была Microsoft, развивать это, почему? Потому что, здесь очень удобно, мы практически минуем путь, который заставляет нас, вот, ну, в прежних версиях, всякий раз, обращаться к нашему, какому-нибудь там, разработчику, дай данные, выгрузи данные, человеку нужно уже, какому-то частично обработать и вам предоставить, а здесь у вас, по сути дела, есть доступ к источнику, вот, тебе предоставили, а теперь покажи нам все, на что ты способен, то есть, такое уходит звено, постоянного дергивания разработчика, потому что он тоже может быть занят, да, и человек практически обретает самостоятельность, ну, и вот, я так понимаю, что с каждой версией этой самостоятельности нам будут добавлять все больше и больше, так, Ну вот, на этом свою вещательную часть я как бы завершаю, и теперь надо посмотреть вопросы, ответы. Видео, значит, по поводу видео, видео, естественно, будет выложено, то есть, ну вот, оно будет передано, там, добавятся заставочки, и вскоре вы его увидите на нашем канале Специалист ТВ, будет также ссылочка, я сделаю на своем сайте, мирэксель.ру, и оно также будет еще и на моей страничке Специалистов, конечно, чтобы вы, ну, если будет интерес, да, там, какие-то моменты, вы можете всегда посмотреть, остановиться, будут вопросы, можете писать смело, оставлять там, ну, допустим, один из вариантов на мирэкселе, я всегда это смотрю, как бы, и там, по мере, по мере возможностей, стараюсь, как бы, на все это, как бы, отвечать, ну, единственное, да, просто физического времени не хватает, а так, а так я за всем этим обычно слежу и смотрю, вот, плюс, ну, я так все иногда периодически, опять же, все упирается просто в наличие свободного времени, и иногда делать какие-нибудь маленькие видео, такие подсказочки, да, вот одна из них недавно была, это как можно вот так своими средствами сделать, типа, легенду условного форматирования, сейчас я там хочу еще сделать электрокнопочки, там, для сценариев, прочее, вот, поэтому, посматривайте, то есть, на специалист ТВ, да, то есть, все эти, они выкладываются, то есть, все, что я делаю в видео, я выкладываю через специалист ТВ, то есть, семинары, которые мы проводим, они там же, и если вот кто-то из преподавателя делает, они все там. Такие еще есть вопросы. Ученно-заучная, ну, к сожалению, я пока не могу ответить на этот вопрос, это немножечко не от меня, но иметься доучно-заучные как укулы, потому что первое, второе, третье, четвертое, пятый, они в формате очень заучные, насколько я знаю, есть. Если говорить про бизнес-аналитику, то, ну, как бы это требует уже уточнения, потому что я пока не могу сказать. Возможно, он тоже будет. Ну, то есть, в целом, ну, не знаю, наверное, общаясь там с Excel, возможно, может быть, просматривать другие вещи, я всегда говорю, что Excel, он как бездонная бочка, то есть, ты знаешь какие-то, ну, стандартные вещи, дальше, чем больше ты с ним работаешь, у тебя поле гибкий такой склад, ума начинается складываться, где-то что-то ты пробуешь, стандартные, если брать все книжки, они рассказывают, естественно, какие-то стандартные вещи, дальше уже только путем экспериментов человека можно увидеть какие-то еще новые инструменты. А так, ну, не бойтесь, пробуйте, приходите на занятия, как это, все, что есть в программах, всегда расскажем, если где-то иногда бывает еще что-то, ну, какие-то подсказы всегда тоже можем дать. То есть, приходите, будем рады вас видеть на наших курсах. Все, всем доброго.